МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь я мечтаю, конечно, если удастся пробиться к сознанию российского правительства, я хочу здесь создать такой интернациональный центр, где, конечно, будут приезжать и российские художники, и российские исследователи жить вот в этом доме, который, в принципе, уже отреставрирован. А здесь будут проходить пресс-конференции и экспозиции. Здесь можно сделать галерею. Проходимость здесь очень большая. Здесь 350 тысяч людей проходит в сезон, потому что это начало замков на Луаре. Поэтому первые автобусы с туристами приезжают сюда, они осматривают замок, собор. Естественно, будут осматривать вот этот парк скульптур, который я сейчас пытаюсь начинать уже осуществлять, реализовывать. Приехали первые скульптуры, но здесь будут скульптуры, конечно, не только мои. Скульптуры американских, русских мастеров. И здесь вот будем делать такой художественный центр. Завершая серию фильмов «Воображаемый музей Михаила Шемякина», мы решили вместе с автором перелистать лучшие страницы этого цикла. И первой темой, с которой началась наша работа, была тема «Шар в искусстве». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем, наверное, известно, что шар – это символ, посредством которого уже в глубоком прошлом, далеком-далеком, люди выражали, пытались выразить сокровенные тайны мироздания. Самые сокровенные. В древнем Египте шар связывался с почитанием Солнца, ну, как священного источника жизни. А довольно чуткие к отражению духовного космоса в природе египтяне, например, усматривали аллегорию вот самой солнечной мистерии в жуках-скоробеях, которые, ну, у них стало угодить сказано, скатывали шары из навоза удивительной красоты и абсолютного совершенства. И здесь вот как раз я раздобыл редкую фотографию, где вот можно наблюдать, насколько же совершенные вот эти два жука вылепили эту форму. Когда шар уже освобождился от сакральных смыслов, то он стал использоваться широко в искусстве 20 века и по сегодняшний день. Но использован уже в плане игрового эксперимента, где художник как бы открывает тайны, скрытые в форме шара, используя различные материалы, иногда совершенно необычные, иногда хрупкие, иногда ироничные материалы, как шары из снега, шары из глины, необожженные шары из песка, смоченного водой, который рассыпается буквально там через пару минут. И художник где-то напоминает в данном плане иногда фокусника, который работает с виртуозной легкостью такой, необычайной, ну и я бы сказал, с колоссальной долей иронии и юмора. Однако вот я считаю, что шар может стать предметом большого серьезного такого метафизического исследования. Если шар как таковой вот часто предстает чистой и совершенной формой, которая нарушается, допустим, разрезом, то нередко в самой природе он подвергается различным метаморфозам и деформациям, нарушающим законченную его в себе гармонию. Иногда это вынужденная защита. Вот пример агрессивного шара – это свернутый еж. Поэтому все, что напоминает это, это фактически входит вот в разряд таких агрессивных шаров. Булава. То есть люди брали шар, туда втыкали металлические, типа гвоздей, и потом вешали это на цепь. Этими шарами они сражались, проламывая друг другу черепа. Вот вам пример агрессивного шара. И вот эта агрессивность почти взрывной силы часто обыгрывается в искусстве. Представьте, сидят толпа людей, которые вообще даже не знали, что существует скульптура в виде шара. Они знают, что существует бильярдный шар, что земля в форме шара, и больше ничего они не знают. И вдруг они сталкиваются вот с такой уникальной экспозицией и видят, что тысячи каких-то придурков-скульпторов занимаются шарами, шарами, шарами и шками. Делают их от такого до трехметрового, до 20 метрового. А почему? А не фигня ли это все? А кому это нужно? А нужно ли это советскому человеку? Все галереи на сегодняшний день заполнены перформансами, инсталляциями и хэппинингами. Границы классического искусства довольно грубо были раздвинуты. В результате родился этот новый, необычный жанр. И вот в этом эпатаже, в этом парадоксе, в этой игре, в этой иронии использовались различные предметы. Но зачастую используются шары. Некоторые используют шар для перформансов, которые носят довольно, немножко я бы сказал, болезненно-эротические. Но для меня, например, даже патологический характер, мне кажется, это too much. Я, так сказать, показываю классику перформанса, в котором участвует шар. А нравится это, мне не нравится, это я, как говорю, оставляю при себе. Во всяком случае, мне это любопытно. Ну, вы знаете, что место это старинное, вот стена, которой окружено. Вот это пространство, где-то начало шестого века. То есть вот это место и эта стена одна из самых древних. Здание, конечно, это уже восемнадцатого века, потому что раньше здесь был средневековый монастырь женский. После него выстроили это здание. Здесь были какие-то духовные заведения. Потом была лечебница сном. Здесь лечили сном, потому что здесь совершенно особое состояние какое-то. Здесь состояние такого покоя, что здесь вот люди засыпали и просыпались здоровыми. Во Франции Михаил Шемякин записал лекцию, посвященную Гримасе и ее месту в искусстве. Данный опус посвящен как раз вот Гримасе в искусстве, ярко выраженной Гримасе. Начнем с Леонардо да Винчи, который много лет занимался этим в своей жизни и не упускал никогда ни одного случая, чтобы заманить к себе в мастерскую или на кухню в свой дом кого-нибудь из странствующих карликов или уродцев, так называемые, которые бродили из города в город попрошайничая. И как писал один из его учеников, однажды он застал метра, который напоил несколько карлиц и карликов ужасной внешности, которые даже испугали ученика. И когда они полностью уже, как говорится, раскрепостились, стали паясничать, лица приобрели еще более жуткое выражение, Леонардо взял в руки свинцовый карандаш и стал рисовать. И когда ученик у вас спросил метра, почему же вы рисуете такие странные и страшные уродливые лица, когда они паясничают, гримасничают и кривляются, он сказал, что, милый мой, найти истинное уродство и безобразие в природе так же сложно, как найти истинную красоту. Поэтому я веду пояс за тем и за другим. Так, следующий последователь Леонардо, потому что вот этот. 11 А сейчас. 11 А, и потом после этого даем 11 Б. Вы берете эту голову правую, потому что она в другую сторону сделана, но это то же самое. То есть хорошо показать, вот как бы вот сразу Леонардо, бам-бам, так сказать, одна и та же голова. Это в сознании зрителя более врежется. Сколько, оказывается, последователей и более поздние века художников делало копии и различные трансформации. Иногда точно перерисовывая, иногда что-то добавляя от себя. Более точные копии создавались для коллекции людей, которые охотились за оригиналами Леонардо, не могли их достать. А более простые, снабженные различными шутливыми текстами, продавались в обыкновенных лавках, которые были доступны простому покупателю. Вот именно изображения, как бы странных людей, ну, условно скажем, придурковатых, дурашливых, этим занимались еще в древние времена. Дюрер делал свои знаменитые гравюры, корабль дураков. Затем, в 18 веке, вот один из знаменитых преступников, посигнувших на жизнь короля, изображался на афишах и гравюрах вот в подобном виде. В 19 веке уже серьезно занимались вот в то время портретами душевнобольных. Вот паранойя, черная меланхолия и прочее. Это часто гравировалось, изображалось. Служило, конечно, в качестве медицинского пособия. Первый, кто серьезно обратился вот к образу душевнобольных, это был Джирико. Вот он первый, который написал самые известные вот такие серьезные портреты душевнобольных. Вот здесь, с левой стороны, это явная мания величия. Это человек с горящим взором, с какой-то немыслимой медалью на шее. Чувствуется, что воображает себя, по крайней мере, Наполеоном. И мания этой черной подозрительности старуха в чипце, которая кого-то явно подозревает, может быть, того же Джирико в чем-то. Я, поскольку сам энное количество времени провел, в этих местах, где лечит от душевных скорбей, то научился где-то распознавать довольно быстро. Вяло текущую шизофрению, отличать от бурно текущей, вот, черную меланхолию. Так что мне вот очень интересно это разглядывать. Кроме того, я считаю, что это замечательные портреты, просто по иронии судьбы до сих пор не выставляются одновременно вот с такими портретами таких известных мастеров, как Джирико. Для меня самое уродливое – это лик опустошенного человека. Когда я вижу мертвые глаза, даже если это какой-то парень молодой, молодая девица 20 лет, я вижу перед собой, как говорится, гроб, вот от этого у меня по спине бегут мурашки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь я мечтаю, конечно, сделать небольшой такой отдел Кабартино-Балкарии и выставлять также вот наших ребят Северного Кавказа, чеченских художников, которые, и скульпторов, которые еще уцелели. Вот так что замыслы большие и очень интересные. Естественно, все упирается в финансовые проблемы, потому что сколько я не объясняю, сколько я не говорю, все кричат «Ура, ура!» в России, что это очень здорово и замечательно, но никто пока ни копейки на реставрацию, на реализацию данного проекта не дал. Череп в искусстве. Этой теме Михаил Шемякин уделил особое внимание и сопроводил ее своим мастер-классом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идет попытка создать эдакий метафизический бюст, венчает который такой же относительно метафизический череп. Безусловно, когда я работаю, в моей памяти сознательно, подсознательно всплывают десятки, сотни, возможно, тысячи различных работ мастеров или, допустим, самой натуры, которая иногда работает более фантастично. Мой принцип – это, конечно, создание определенной гармонической структуры. А что изображено, это иногда меня самого мало волнует, хотя тема черепа, конечно, близка каждому художнику. Вот, например, сейчас я увеличиваю для такой композиции «Аллея черепов». Это череп перуанской женщины. Черепа аристократок бинтовались детям головами. И потом череп вырастал в длину. Получалась такая необычная форма. И даже независимо, одета аристократка в свою дорогую одежду или нет, уже по форме головы люди знали, что перед ней представитель другой касты. Но, тем не менее, сама природа тоже преподносит вот такие метаморфозы. Это вот девочка, которая абсолютно нормально, африканка. И есть несколько таких детей, они время от времени рождаются вот с такими конусообразными черепами. Иногда черепа декорируются. Иногда это предки. Все зависит от настроения, так сказать, и убеждений племен. Иногда это черепа врагов, тоже декорированные, так же, как засушенные головы своих врагов отрубленные. Они носят иногда связками на груди. и даже не расстаются ночью. Ну, вот Александр Ней, я его знал когда-то, когда он был Сашей Нежданов, занимается вот много подобными черепами, сделанными из керамики. Красная, белая, серая, коричневатая глина керамическая. Это необычайно кропотливая работа, просто нечеловеческий труд. Когда не совпадают какие-то компоненты, определенные в самой керамической глине, ее разрывают. И весь вот этот адский труд выходит из печи, разваленный на 5-8 кусков. Поэтому вот внутри там иногда можно нащупать большие трещины, разрывы. Это его череп, это приколумбийский. Они часто декорировали вот весь череп такими точками. Иногда даже появлялись дырки. А это вот, как ни странно, тоже очень похоже по самой идее вот этих мелких точек или дырочек. Это уже Африка, 19 век. В этом и есть вот где-то одна из задач нашего института показать связь между ментинентами, различными расами. Нецки. Их. этих изображений. И необычайно интересных. Они все разные, кстати, видите. То есть люди просто-напросто, не деформируя, как приколумбийцы, делали просто череп человеческий из различных материалов, который превращался сразу в искусство. Весной 2003 года Михаил записал несколько лекций о метафизике головы и фигуры, продолжив тем самым тему череп в искусстве. Помните, я рассказывал о том, как пеленали аристократам детям черепа, для того, чтобы они вытягивались. Это было в Египте, на территории древнего Туркестана. Вот вытянутый череп, вследствие этого громадный вот такой нос-профиль. И это так понравилось Пабло Пикассо, что он сделал вот свой знаменитый женский портрет, который явно исходит вот из данной скульптуры древних мексиканцев. В Африке профиль доходил тоже вот до такого гротескного, деформированного изображения, из которого легко как раз вот делать метафизические головы. Каждый художник несет в себе какой-то знак. Пока он его не выявил в себе, пока он его не обнаружил, до тех пор он мается. Вот эти головы дали ответ на ряд моих поисков и позволили мне раскрепоститься в определенных графических, скульптурных и живописных работах. Ответил. Напоминает ствол мушкета. Формы у них были разные, но где-то единая линия была выдержана во все века. Затем я был совершенно поражен, когда я обнаружил вот эту приколумбийскую скульптуру и работу Беншана вот с этим глазом. а затем громадная коллекция книг по ружьям, по мушкетам окончательно как бы дала ответ на мои поиски. Результатом являлись вот такие трансформации. здесь я накладываю как бы легкую такую метафизическую маску. Естественно, поскольку мы стремимся к сглаженному профилю, который является более пластичным, на основе старых мастеров я делаю условное обозначение носа и ставлю обыкновенную палочку, условно обозначающую рот. здесь, естественно, добавляю геометрические ритмы линейные для того, чтобы оживить данную поверхность. часто трикуголки переплетались лентой, поэтому смело я могу опускать сюда любые линии. Сюда могут включаться различные цветовые элементы, точки, прочее, пунктиры, карта на голове, условно скажем. принцип один постараться создать нечто пластическое любопытное, по крайней мере, и оживить данную форму. Это давным-давно лет 25 во Франции я купил, продавались фарфоровые модели болванок для шапочек для купания. И когда я увидел в одном антиквариате вот такую голову, я просто был поражен, когда узнал, что это не современная скульптура, а всего-навсего для того, чтобы делать резиновые шапочки. аэросъемки, которые я использую в разработках своих метафизических голов, уже когда использую ритмы, цвет и различные структуры, которые я применяю для внутренней разработки своих метафизических поисков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я здесь редко сплю, поэтому еще на себе это не почувствовал действия, но, во всяком случае, конечно, место необычайное. Собор это 11 века, на редчайшей по архитектуре, потому что вы видели, что сами купола сделаны из камня, это довольно редко во Франции встречается, где-то восходит чуть ли не к романскому стилю такому. А здесь вот это место, которое мне удалось с боем отстоять у мэра, потому что мэр Лоша пять лет боролся для того, чтобы отобрать у меня эту землю и эти помещения, потому что он хотел сделать здесь рестораны, но французы сказали, что господин мэр процесс проигран, никогда больше не трогайте этого художника. Нам интереснее создать здесь художественный центр, нежели создать серию ресторанов и баров. Одной из последних тем воображаемого музея Михаила Шемякина стала тема руки в искусстве. Именно с ней связано начало творческого пути художника. Я учился у замечательного художника, графика, живописца Евгения Адольфьевича Кибрика. Он говорил, что прежде всего начинай учиться рисовать руки и внимательно смотри на картины. Если на картине плохо изображены руки, значит художник не умеет рисовать. С юных лет я внимательно изучал, как же художники скульпторы изображали руку. Это клеймо Андрея Рублева «Души праведных в руке Божией». Вот эта громадная рука, в которой можно увидеть большое скопление праведников. Вот эта громадная рука возможно, так сказать, вообще натолкнула и господина Родена на создание своей знаменитой работы «Рука Бога», в которой происходит объятие любовные мужчины и женщины. «Рука Божией». Вот это очень интересная фотография, на которой запечатлены два могильных памятника. По одну сторону похоронен супруг протестант, а по другую сторону похоронена его супруга усопшая католичка, поскольку по законам церкви католики хоронятся в кладбище, протестанты на другом через стену, скульптор, видимо, по заказу данной пары сделал вот такое уникальное решение сцепленных рук. Я больше чем уверен, что художник, живущий, допустим, в Австралии, изобразив, допустим, красную руку, не знал о том, что в Америке в данный же момент художник на другом континенте изображает самостоятельное явление в изобразительном искусстве, именуемое красная рука, допустим, синяя, зеленая. Бесконечное количество вариантов на сегодняшний день этих рук, которые действительно совпадают. Иногда они совпадают по времени. Постепенно я обратил внимание на то, что рука все чаще и чаще в 20 веке выступает как самостоятельное явление, поэтому появилось вот это собрание рук как самостоятельного явления в изобразительном искусстве. Монстры в искусстве. Эта тема завершила цикл фильмов воображаемой музеи Михаила Шемякина. Лекция основана на художественном и историческом сопоставлении древнего и современного искусства. В древности, безусловно, все было более четко разделено. Существа были монофорные, демофорные, тримофорные, полимофорные. Если мы говорим о полимофорных существах, это существа, которые соединяют в себя элементы более трех различных животных, более трех различных существ. Сфинкс, разумеется, это триморфное существо, потому что голова женщины, грудь женщины, крылья птицы и туловище льва. Кентавры еще вот один пример совмещения несовместимого это полулюди, полукони, это по древнегреческой мифологии персонажи, которые родились благодаря любви царя Иксиона к богине Гере, которая по воле Зевса была превращена в облако. И вот от этого союза родились эти дикие неистовые существа, тоже весьма похотливые, весьма злобные, за исключением двух, это Херона и Фола, которые были воспитателями Язона и Ахилла. На сегодняшний день часто берутся просто отливки, сочетание этих отливков с различными предметами, с животными и прочим, создается такой антиэстетический монстр. Это известный американский скульптор, очень модный сегодня, у него выставки проходят в Гугенхайме, в Уитне, Чапман, который работает вот немножко в ином ключе, чем древние египтяне и греки. Художник наиболее яркий выразитель подсознательного всего человечества. Как сказала однажды Андрей Белый, художник пророк неизведанного чувства человечества. Поэтому художник часто изображает то, что свойственно многим и многим людям, но те из-за отсутствия определенных возможностей, определенного таланта, не могут это выразить. Поэтому художник за них это как бы выражает. Люди всегда стараются заглянуть во что-то неизвестное, неизведанное, испытать чувство ужаса. И художник, как никто, является выразителем данных стремления. Поэтому и создаются вот эти чудовищные скульптуры, странные картины. И как не странно, эти странные картины люди очень любят. «Музыка» 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, место вот здесь сказочное с точки зрения, как бы, грубо выражаясь, коммерции или показа того, что можно выставить российским и другим художникам. Потому что вот это небольшая площадь в ладонь величиной. Здесь в сезон толпы туристов. Здесь уже нами были проведены кое-какие довольно любопытные мероприятия. Здесь замечательный пианист, лауреат конкурса Чайковского, мой друг Алекс Лободянек, он собрал лауреатов конкурса Чайковского. И здесь был сделан такой бесплатный концерт для жителей Лоша. Играли великолепные музыканты. Был сделан чудесный вечер концертный. И здесь проводилась также выставка моих работ, связанная с карнавалами Санкт-Петербурга. Так что уже какие-то мероприятия здесь были сделаны. И жители Лоша, конечно, с большим интересом ждут. И с нетерпением, когда же, так сказать, наконец-то этот центр зафункционирует, как говорят чиновники. Так что, в принципе, вот такие дочки необычайно интересные. Клаверак, ложь. Так что что-то мне удалось приобрести за эти годы, в общем-то, нечеловеческого труда. И все это, так сказать, я готов предоставить для российских художников, скульпторов, искусствоведов для того, чтобы выполнить ту просьбу, о которой мне сказал во время нашей первой встречи президент России Путин, что пора бы выводить российское искусство на международную арену. И все данные для этого уже, во всяком случае, у меня есть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok